Сейчас поговорим немножко о моих морских делах. Ну, есть фильм, даже не один. Первый фильм, ну есть такой писатель Валентин Пикуль. Вы знаете, его это очень известный писатель, особенно в советские времена. И фильм по его роману Моузунд. Где я сыграл одну из главных ролей вместе с Меншиковым Олегом. Я играл большевика-матроса. А Меншиков играл офицера, дворянина. И вот очень важный, на мой взгляд, я очень люблю этот фильм. Он был снят уже на закате советского кинематографа, когда... Это 89-й год, когда вот страна наша как раз подвергалась таким страшным испытаниям, которые в конце концов ее разорвали. И вот я согласился на эту роль большевика. Я прочитал сценарий, мне показалось это очень интересным. Когда вот, на мой взгляд, в этом фильме соединилось то, что разрывало всегда и белые, и красные. Большевик и дворянин. Для которых главное стало... Главное это Родина. Не сословные какие-то вещи. А то, что враг идет на Родину, враг хочет уничтожить то, что и тому, и другому дорого. И вот они объединяют свои усилия в защите этого кулачка. По-настоящему, по-морскому, стоя насмерть. Как это всегда было во все времена и в Севастополе, и на севере нашей страны, и на Балтике. Когда моряки брали в руки автомат, уходили с корабля и на суше отстаивали. И самое дорогое, что у нас есть, это нашу отчизну. Я люблю эту картину и считаю, что вот судьба мне подарила тогда первый раз сыграть военного моряка, матроса, который защищает свою землю. Была у меня история очень забавная, но это не касалось военно-морского флота. Был такой фильм «Скакал казак», где играл Стармеха. Стармеха, сухогруза, большого такого судна грузового. И очень... Вот как бывает. Даже в советские времена все было перепутано. У нас была такая задача снять историю, как вот этот большой сухогруз попадает за границей в определенное место, мост, и он не может пройти, потому что у него все его антенны, все его антенны не проходят под этим мостом. И я, как старший механик этого судна, придумываю, вот такая ситуация, придумываю там все, чтобы пройти под этим мостом. Я это делаю, и мы проходим. Это, ну, это должны были снимать за границей. И мы в Венспилс, тогда в порт, приезжаем, группой режиссер, оператор, я, как главный герой этого фильма, и директор. И мы должны погрузиться на судно, с этим судном пройти в Балтику, дойти до Франции. И во Франции в определенном месте, значит, потому что нам, ну, как бы вот все было определено, что это судно идет во Францию, мы грузимся, идем вместе, там снимаем вот этот эпизод под этими мостами, а потом с ним вместе возвращаемся обратно в страну. Мы погрузились, все, нас расселили на этом судне. Лермонтов такой был, Лермонтов, он нефтевоз такой, 60 тысяч тонн водоизмещения, огромное такое судно. И мы, значит, плывем уже, чапаем себе, значит, по Балтике уже ушли. И нас капитан, ну, как людей посторонних, приглашает, значит, познакомиться к себе в каюту. Все, стол накрыт, мы сидим, значит, по-флотски опять гостеприимство, как положено все. Сидим, и мы ему говорим, что вот, ну, как, что, что вы здесь были? Мы ему рассказываем историю, значит, что мы должны делать. Вот мы во Франции, там, значит, там есть такой Гандер или какой-то, я уж не помню, какое-то там место. Вот туда в Гандер вы заходите, там мосты, мы, значит, все. Он так на нас смотрит. Куда? Ну, вот во Франции нам сказали, что вы идете во Францию, в Гандер, там, значит, во Францию? Мы вообще туда не собираемся идти. Вот нам сказали, что вы идете во Францию, мы там, значит, это все снимем, поедем. Мы сейчас, говорит, идем в Англию, а не во Францию. Ну, вообще туда. А кто вам сказал, что мы, ну, как, нам вот в министерстве нас посадили? Нет, это вот рядом стояло судно, рядом с нами. Они должны во Францию были идти. Нас посадили не на то судно. Он говорит, мы сейчас, может быть, у нас вот полные танки нефти, мы сейчас, может быть, хозяин японец у нас, и он, может быть, в Австралии, мы сейчас уйдем вообще на полгода в Австралию. Какую полгода? Мы снимаем картину, мы только 10 дней, у нас командировка. Мы сейчас, он говорит, мы можем и на год уйти. Ну, и, в общем, получилось так, что мы дошли до Англии, вернулись потом, и мы полтора месяца вот на этом судне вместо 10 дней нас потеряли. Я испытал, нас потеряли, все родные потеряли, потому что связи никакой. Мы потеряли на мусфильме, и только где-то в центре, это в Северном море, в Северном море, после, я тогда вот испытал, что такое девятибальный шторм. Мы попали, а Северное море, это такое море очень, очень активное, там все время штормит. Вот мы попали там в этот девятибальный шторм. Это вот голова-ноги, голова-ноги, это, это, конечно, это чудовище, чудовище, чудовище дело. Но вот мне пришлось, все-таки я испытал это. И мы через, вместо 10 дней мы вернулись через полтора месяца, нас, вот такая была история. Но я увидел, что такое труд моряка, по-настоящему, поочию, вот в самых таких сложных экстремальных условиях. Поэтому для меня, для меня понятна сложность этой профессии. И как, как люди концентрируются в этих сложнейших обстоятельствах, когда у тебя палуба уходит из-под ног. Хорошо, когда ты идешь, чап-чап-чап, солнышко светит, все тихо. Вот когда такие вещи, это, конечно, дорогого стоит. Я низко кланяюсь всегда с уважением, с глубочайшим почтением этой великой профессии, труженика моря. Спасибо вам.